Благодарю. Я хочу поприветствовать уважаемую аудиторию. Большое удовольствие находиться здесь, в Петербурге. Благодарю Организационный комитет и представителей Организационного комитета за приглашение. Сегодня я хотел бы выступить по очень насущному вопросу клинической онкологии, по прецизионным методам лечения онкологических заболеваний. Итак, в клинической онкологии давно стало известно, что у каждого, так сказать, свой рак. Каждый пациент имеет соответствующую клинику, порой индивидуальную клинику своего заболевания. Индивидуальные исходы, индивидуальное течение заболевания. В последние годы у нас была возможность пользоваться большим количеством различного инструментария, который позволил нам глубже понять патогенез и особенности протекания онкологических заболеваний. Это генетическое профилирование тоже не такие современные данные, но, тем не менее, они стали одной из таких вех. Так вот, каждый из видов опухоли представлен более мелкими подтипами, которые как раз и обусловливают эту самую уникальность, в том числе и уникальность лечения. Немелкоклеточный рак легкого. Я этим занимался как раз. И мы увидели, что немелкоклеточный рак легкого – это единая группа. На сегодняшний день наши взгляды изменились, и мы понимаем, что он включает в себя большее число подгрупп, причем каждая из подгрупп, развивается в связи с дефектами в аллелях конкретного онкогена. И вот онкогены, онкогены, которые играют важную роль в патогенезе аденокарцином, отличаются от тех, которые вызывают плоскоклеточный рак легкого. Это понимание геномной вариации различных видов онкологических заболеваний на сегодняшний день приобретает все большую ясность не только применительно к меланомам, к колоректальным видам рака, но и ко многим другим видам онкологических заболеваний. Поэтому любой рак – это все-таки понятие составное и включает в себя много различных подгрупп. По мере геномного профилирования различных видов рака мы начинаем видеть вот подобного рода картины. Берем любую группу онкологического заболевания, дистологически одинаковые, например, два рака, и выполняем профилирование методом, например, нового картирования. И вот каждому столбику соответствует конкретный ген, ответственный за рак, и частота мутации отложена по второй оси. Таким образом, частота мутации, очень высокая, отмечается в небольшом количестве, в небольшой группе генов. И часто имеет место большое количество других генов, в которых изредка случаются мутации. И каждый из таких генов может выступить в роли, так сказать, онкогенного драйвера заболевания. Группа ученых собрала недавно информацию по различным видам рака на молекулярном уровне, данные по мутации, ДНК, экспрессию микро-РНК, информационной РНК, раков различного рода. Было продемонстрировано, что, резюмировав все молекулярные данные, можно реклассифицировать, по-новому классифицировать онкологические заболевания. В частности, красным выделена аденокарцинома легкого. Однако некоторые виды рака мочевого пузыря имеют генетически более похожее сходство с некоторыми видами опухолей легкого. То же самое. Некоторые опухоли мочевого пузыря и некоторые опухоли в области головы и шеи имеют сходные генетические профили, и генетически они ближе, чем гистологические. Поэтому на сегодняшний день возникает идея о диагностике онкологических заболеваний, классификации на основе геномной, нежели на основе гистологической. Поэтому за геномной классификацией, наверное, следующая страница в истории. Отсюда новые патологические наблюдения, новая патанатомия и, соответственно, новые варианты прогнозов. Итак, геномные альтерации в опухоли позволят предложить конкретные методы лечения, более эффективно, могущие оказать помощь пациенту. Итак, в клинической онкологии мы все более опираемся на биомаркеры. Биомаркеры используются для оценки рисков и пациентов высокой группы риска. Имеются прогнозические маркеры для оценки вероятных и наиболее вероятных исходов. Маркеры-предикторы для селекции конкретных пациентов, кандидатов для определенного метода лечения. И маркеры ответа на лечение. Отсюда возникает вопрос о том, откуда мы знаем та или иная молекулярная аномалия оказывает влияние на патодинез или нет. Вот ключевые критерии оценки терапевтической мишени. Есть ли экспрессия, гиперэкспрессия или мутация мишени в опухолевой ткани? Важна ли она в пролиферации клеток, клеточной гибели или метастатической способности? Ингибирование мишени способствует ли как-то уменьшению пролиферации опухоли? Вы наверняка все знакомы с этой картиной. Уже несколько лет, наверное, вот этому графику, который демонстрирует биологические маркеры рака. Я не буду уделять слишком много времени этому слайду, просто кратко по нему пройду. Ключевые особенности индукция, пролиферация и андиогенез и потенциальные терапевтические подходы к конкретной молекулярной мишени, которые позволят воздействовать на нее. Говоря о таргетной терапии, следует отметить несколько важных соображений. В частности, убедительно доказанная молекулярная мишень, которая обладает упомянутыми характеристиками, надежный лабораторный тест на предмет выявления этой молекулярной мишени. Хорошо бы, чтобы была возможность дифференцировать экспрессию молекулярной мишени в опухолевых клетках и в нормальных клетках, с тем, чтобы можно было адресно влиять на патологические клетки. Также необходимо располагать мощным и специфическим ингибитором с хорошими фармакологическими характеристиками. А также нужно доказать, что действительно препарат ингибирует эту мишень в организме человека. Блестящим примером будет следующий пример. Так мы доказали, что мутации эпидермального фактора роста влияют на мелкоклеточный рак. Вот схема рецептора эпидермального фактора роста. Экстраклеточный, внеклеточный и внутриклеточный домены рецептора. Здесь крепится леганд, как продемонстрировано на слайде. Есть характеристические мутации, которые были выявлены для такого рецептора, и в связи с этими мутациями повышается чувствительность к ингибиторам этого рецептора. Это делец экзона-19, типичная мутация, и вторая это мутация в экзоне-21, точнее, делец. Вот когда присутствуют эти мутации, продемонстрированные на слайде, это может приводить к мелкоклеточному раку легкого. С другой стороны, это же означает, что к препаратам группы ингибиторов фактора роста эта опухоль будет чувствительна. С другой стороны, T790, мутация T790 будет ответственна за резистентность опухоли к этим препаратам. Таким путем мы планируем идти дальше. были составлены специальные графики на основе как раз чувствительности или резистентности к ингибиторам эпидермального фактора роста. И вот этот вот график, называемый водопадом за свою форму, как раз-таки характеризует резистентность или наоборот чувствительность к лечению. Голубым чувствительные опухоли, то есть опухоли, которые отвечают на лечение ингибиторами эпидермального фактора роста. Убедительно это было доказано в исследовании IPAS, которое было завершено несколько лет назад. Крупное исследование на материале свыше 1200 пациентов прошло в Азиатско-Хатьянском регионе. Эти пациенты не курили или умеренно курили, имели дистологически подтвержденную аденокарциному, то есть это тот фенотип, где повышена экспрессия эпидермального фактора роста. Пациентов рандомизировали на две группы, на группу ингибитора гефетиниба или стандартная терапия карбоплотином и паклетокселом. Можно увидеть результаты исследования на данном графике, которые демонстрируют небольшое, но все-таки значимое улучшение в группе гефетиниба. Если обратить внимание на положительную группу по эпидермальному фактору роста, правый верхний график, продемонстрировано преимущество гефетиниба, а в негативных опухолях можно увидеть, что эти графики ближе друг к другу. Теперь мы начинаем наблюдать, что похожие графики, так называемые водопады, можно составить для большого количества различных опухолей. Ген ELK, транслокация в нем, имеет место примерно в 5% случаев аденокарциномы легкого. Действие ингибиторов ELK кризетиниба продемонстрировано на данных слайдах. Препарат на сегодняшний день продается на рынке. Большое число пациентов, которые реагируют, отвечают на лечение, и довольно быстро мы наблюдаем регрессию опухоли. по данным рентгенографии органов грудной клетки. Резотиниб также эффективен для лечения опухоли легкого, содержащим другие мутации, в частности, в день ROS1. Это примерно 2% аденокарцином легкого. пациента гетерогенов, в частности, большой процент пациентов, по данным PET, довольно быстро демонстрируют регрессию опухоли при лечении. В крупном исследовании, которое прошло в США, и его провела большая группа исследователей, изучались мутации в различных раках легкого, в частности, мутации в онкогенном драйвере. Если пациенты получали таргетную терапию, была лучшая выживаемость по сравнению с группой обычного лечения. То же было продемонстрировано у пациентов с меланомой. Порядка 50% пациентов с меланомой имело мутацию в день BRAF. В частности, это ген, который находится после гена МЕК и до гена ROS. поскольку они все-таки линейные. И вот ингибитор, специфический ингибитор в эмурафиниб. Опять-таки, было продемонстрировано, что отвечает на лечение большой процент пациентов. В рандомизированном исследовании эмурафиниб сравнивали со стандартным химиотерапевтическим режимом можно увидеть лучшую выживаемость по сравнению со стандартным лечением. Таким образом, этот препарат и препараты его группы в США на сегодняшний день одобрены для лечения меланомы с мутацией гена BRAF. BRAF V600E. Это специфический локус гена BRAF, хотя есть и другие локусы, в которых имеют место мутации этого гена. Еще информация по ингибитору MEP триметанибу в рандомизированном исследовании было продемонстрировано, что ингибитор MEP триметаниб улучшает общую выживаемость у пациентов с меланомой с мутацией в этом гене по сравнению со стандартной терапией. О чем это нам говорит? Все эта информация говорит и о преимуществах, и о сложностях разработки таргетной геномной терапии пациентов с онкологическими заболеваниями. Хочу привести несколько цитат, в частности цитата из господина Гэрови, очень известного специалиста в этой области, который сказал, что геномный подход грешит тем, что накапливаются данные без адекватного анализа интерпретации. Поэтому я бы выделил здесь два очень важных вопроса для размышления. Можно ли улучшить исходы благодаря геномным методам, исходы лечения благодаря геномным методам, и можно ли получить информативные, достоверные сигналы адекватного лечения каким-то образом. Хочу поделиться информацией, которая, на мой взгляд, может ответить на эти вопросы. Исследование, опубликованное несколько лет назад, Дэном Ванхофом, это ведущий исследователь в данной сфере, он провел исследование, когда пациенты на поздних стадиях рака получали лечение на основе адентов против молекулярных мишеней. Безрецидивная выживаемость сравнивалась с безрецидивной выживаемостью на современных стандартных методах лечения. Вы видите, что безрецидивная выживаемость при специальной таргетной терапии была выше на 30% по сравнению с самыми современными, но нетаргетированными методами лечения. Буквально неделю назад в Чикаго прошло заседание, на котором я и ряд моих коллег поделился на постерном докладе этой информацией. В частности, на материале 570 опубликованных исследований второй фазы, изучавших конкретные биологические соединения, на материале более 20 тысяч пациентов были продемонстрированы следующие данные. Опять-таки, не буду углубляться в подробности, просто отмечу, что безрецидивная выживаемость и медиана выживаемости отличается, будь то метаанализ красный или другие метаанализы, выделенные синим столбиком, и то и другое демонстрирует, что персонифицированный подход убедительно демонстрировал лучшую медиану выживаемости, лучшую общую выживаемость в сравнении с методами нетаргетированного лечения, неиндивидуализированного лечения. В Техасе, в Центре по изучению онкологических заболеваний, опять-таки, продемонстрировали индивидуализированный подход и генетическое профилирование пациентов с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях, сравнивали современные методы лечения и специально подобранную терапию на основе агентов против молекулярных мишеней. Опять-таки, в последней группе наблюдалась лучшая общая выживаемость и безрецидивная выживаемость. Таким образом, эта информация дает пищу для размышлений и дает основу многим рандомизированно контролируемым исследованием, которые своей целью ставят подтверждение конкретных данных. Это так называемые зонтичные исследования или исследования проведенные по принципу корзины. То есть, зонтичные исследования изучают влияние различных генов в рамках одной нозологии, а исследования по типу корзины изучают различные виды рака и вклад в различные виды рака одних и тех же генов. Такие исследования широким фронтом разворачиваются в США. Это исследования плоскоклеточного рака. Пациенты получают терапию второй линии после неодевантной химиотерапии. Выполнялась биопсия опухоли, выполнялось генетическое профилирование этой опухоли, ее секвенирование, и на основе данных секвенирования принималось решение рандомизировать ли пациента в группу исследуемого препарата, причем исследуемый препарат тщательно подбирается к генетическому профилю опухоли, или рандомизировать пациентов в группу стандартного лечения. То есть, это химиотерапия второй линии. Вот таков дизайн одного из исследований, которые сейчас проходят в США. В Великобритании проходят исследования под названием Фокус-4 со сходным дизайном. Может быть, не очень видно мелкий шрифт, но тем не менее, это метастатический колоректальный рак. Начиналось со стандартной химиотерапии, таков протокол лечения. В ходе первых четырех месяцев стандартной химиотерапии выполнялась биопсия на предмет генетического секвенирования опухоли и на основе мутаций в конкретных генах пациентов рандомизировали. По мере прогрессирования рака после химиотерапии пациентов рандомизировали либо в группу ингибитора одного из специфических генов, продемонстрированных на слайде, в сравнении с плацебо. Преследовалась цель понять лучше ли работает препарат по сравнению с группой плацебо. Опять-таки на заседании на прошлой неделе мы обсуждали первые результаты исследования под названием ШИВА. Это перспективное второй фазораномизированное исследование, которое сравнивает лечение на основе агентов против молекулярных мишеней и лечение на усмотрение врача. То есть опять-таки выполнялась биопсия, затем секвенирование нового поколения выполнялось и в конечном итоге пациентов рандомизировали либо в группу одного из препаратов подобранных под тип опухоли, либо назначалось лечение на усмотрение врача. Были печальные результаты этого исследования, не побоюсь этого слова. Буквально неделю назад последовали эти графики неэстетически значимой разницы в среднем безрецидивном выживаемости между двумя группами. То есть подбор лечения под генотип опухоли не обязательно будет эффективным. Мы с нетерпением ждем результатов других исследований, которые подтвердят или опровергнут преимущества вот этого индивидуализированного лечения. Еще одно исследование МПАКТ, происходящее сейчас в США. Опять-таки на основе биоптатов и выявления генетических альтераций пациентам назначаются конкретные препараты. Пациентов рандомизируют в группу таргетированного лечения. То есть либо пациенты получают специально подобранные агента против молекулярных мишеней или не специально подобранные нетердитированные препараты. Результаты все еще отсутствуют. Теперь давайте перейдем к обсуждению немножко другой темы. В частности исследования, которые выявляют так сказать сигналы. То есть исследования, которые продемонстрируют рефракторный ли опухоль к лечению или нет. Одна из статей опубликованных в марте этого года в журнале Journal of Clinical Oncology. Пациенты с немелкоклеточным раком легкого, мелкоклеточный рак легкого или тимома, то есть запущенные стадии опухолей грудной полости. Опять-таки генетическое профилирование опухоли выполнялось в поисках конкретных мутаций в одном из генов, продемонстрированных на слайде. При выявлении таких мутаций пациенты рандомизировались в конкретную группу ингибитора того или иного молекулярного пути, то есть это не рандомизированное исследование. Исследование было сложным по дизайну и технически сложным. Я опущу некоторые детали, выделю важные. в частности 647 пациентов участвовало в исследовании. Генетическое картирование выполнили у 569 и лишь у 257 то есть менее чем у половины пациентов были выявлены интересующие исследователи мутации. Только в половине случаев были целевые мутации обнаружены. При этом у 212 лечение было невозможно в рамках исследования просто потому что они не подходили. Либо у них была полиогранная недостаточность или недостаточность отдельных органов либо другие противопоказания. Таким образом было получено 2 когорты пациентов завершивших исследование. Почему же стояли такие технические сложности? Иногда генетическое картирование было неинфоративным иногда не было выявлено тех вариантов генов которые могли действительно влиять на прогрессирование заболевания иногда не было доступного препарата иногда пациент не был подходящим кандидатом для лечения или невозможно было оценить исходы лечения. Опять-таки 2 недели назад одна из групп исследований опубликовала свежие данные по молекулярному профилированию на материале 2000 пациентов запущенных стадий рака. Порядка 40% случаев имели мутации в генах интересантах порядка 26% случаев это пациенты которые потенциально могли участвовать в клиническом исследовании причем в любом не обязательно такого дизайна а вот 718 пациентов из 2000 имели как раз гены интересанты и лишь 54 пациента из них поступили на клиническое исследование специального таргетированного препарата то есть из 2000 лишь 54 пациента были подходящими для таргетированного исследования очень небольшой процент такая вот своего рода воронка или бутылочная горлышко исследование signature проводимое компанией Novartis исследование эффективности специальной терапии когда агент против молекулярной мишени тщательно подбирается что пытаются понять изучаются конкретные специфические альтерации причем геномные особенности этих альтераций и под эти геномные альтерации подбирается как раз препарат это многофазные исследования тесты могут выполняться в любой лаборатории доступной терапевту они не отбирают конкретных мест для исследования конкретных центров для исследования просто доктор если видит подходящего пациента звонит в компанию Novartis тогда Novartis отправляет врачу информирование согласия контракт и протокол исследования с тем чтобы оказать финансовую поддержку и врач может сразу же включить своего конкретного пациента в исследование это очень эффективная модель потому что в среднем через 5 недель можно запустить исследование в конкретном исследовательском центре вот 8 препаратов которые участвовали в исследовании я опущу опять-таки подробности здесь важно что мишенями молекулярными мишенями является очень большой спектр что они сообщили на заседании что 469 пациентов в 179 центрах участвуют в исследовании 8-146 пациентов на препарат мутации в гене раз отмечено в 17% случаев мутация в гене пик 3 это следующая по частоте мутация хотя их частота также не высока в целом у 6 пациентов либо полный либо частичный ответ на лечение одним из трех препаратов то есть ответ на лечение это 2,4% очень низкий хотя этот ответ если уж он случался был очень длительным есть еще одно исследование опять-таки это исследование где изучаются запущенные стадии энергетических заболеваний генетическое профилирование опухоли изучается 5 препаратов одобренных FDA они перечислены на слайде и генетический профиль опухоли предполагает что конкретная опухоль может лучше реагировать на тот или иной препарат и в случае если совпадает препарат и конкретный генетип опухоли то ожидается эффективный результат еще одно исследование вскоре будет запущено это исследование которое называется МЭЧ проводимое Национальным Институтом Рака опять-таки выполняется секвенирование опухоли в случае выявления мутаций пациентов рандомизируют в одну из групп лечения конкретным препаратом и далее ведется последующее наблюдение с целью сбора адекватного катануза это исследование только на заре можно сказать там 20 препаратов каждый препарат будет изучаться по отдельности как если бы это было исследование второй фазы это так называемое исследование по модели корзины о котором я уже сказал будет порядка 240 исследовательских центров по всей Америке все сказанное указывает указывает на то что клиническая онкология на сегодняшний день переходит к практике персонифицированного лечения диагностика биопсия молекулярное и генетическое профилирование опухоли становится реальностью сегодняшнего дня на основе этого мы выбираем подходящих кандидатов для конкретного традиционного лечения немножко перегруженный слайд указывающий на ряд факторов при каждом онкологическом заболевании есть некая своего рода гетерогенность вот это метастатический узел у пациента с опухоли почки все эти участки все эти даже фрагменты опухоли подвергались биопсии опять-таки просто сошлюсь на публикацию отсылаю вас к этой публикации просто скажу что каждый фрагмент этой опухоли указанной стрелочкой характеризуется своим генетическим профилем то есть даже одна опухоль гистологически выраза на своих участках различные генетически к сожалению у меня мало времени я опять-таки опущу детали еще одно недавнее исследование на материале пациентов с раком легкого имеет место аденокарсинома легкого у нее мутация L858R то есть это значит что она чувствительна к ингибиторам эпидермального фактора роста была начата неодевантная терапия затем перешли на ингибитор затем опухоль регрессировала потом начался рецидив за счет того что опухоль приобрела другую мутацию T790M резистентную к терапии эпидермальным фактором роста поэтому пациент получил другое лечение опухоль опять-таки утратила резистентность и опять-таки можно было начать лечение ингибиторами эпидермального фактора роста еще один пример пациент с аденокарциномой пациент получал релотиниб у опухоли развилась резистентность на повторной биопсии изменился дистатив опухоли мелкоклеточный рак дальше мутация P53 перешли на химиотерапию повторной биопсией через год у опухоли другой фенотип она стала аденокарциномой из мелкоклеточной это чувствительная мутация к релотинибу дают релотиниб и опять идет лечение то есть опухоль сама по себе не является стабильной тканью с течением времени она меняет свой генотип даже можно сказать дистологический тип что означает необходимость постоянного подбора лекарственного препарата выполнение новых биоптатов и постоянное обновление информации об опухоли с тем чтобы лечение было эффективным таким образом тот подход о котором я сказал недостаточен для мониторинга и понимания прогрессирования и рецидивирования заболевания поэтому клинический сатус пациента требует постоянного тщательного мониторинга на сегодняшний день известны многие механизмы резистентности опухолей особенно к небольшим киназам в частности опухоли может не быть первичной резистентности с другой стороны чаще происходит вот что опухоль приобретает резистентность течения времени резистентность к лекарственному препарату либо потому что имеет место генетическая модификация конкретной модификации в молекулярной мишени либо поскольку активируется другой молекулярный путь и этим молекулярным путем опухоли начинают развиваться за счет того что исходное лечение блокирует исходные молекулярные пути в немелкокречном раке легкого аденокарцинома начинает демонстрировать резистентность к эпидермальную фактору роста за счет мутации Т790М отмечаемой в 49% в случаев резистентности на сегодняшний день фармкомпании разработали второе поколение ингибиторов эпидермальную фактору роста которые эффективны к рефракторным опухолям содержащих мутацию Т790М и вот данные недавно опубликованные компанией AstraZeneca 9192 опять-таки график водопад сопоставляющий разных пациентов пациенты эти все пациенты содержат мутацию Т790М демонстрируют это исследование что препарат весьма активен у этой группы пациентов вторая линия ингибиторов называется роцелетениб недавние данные по нему которые демонстрируют убедительную эффективность роцелетениба у пациентов с немелкоклечным раком легкого с мутацией Т890М таким образом если принять на вооружение эту теорию эволюции рака есть некая наивная так сказать опухоль в которой происходит затем реаранжировка динома и вот эта опухоль например с мутацией в день элк затем при лечении кризотенибом демонстрирует реаранжировку начинается погибают чувствительные клетки остаются нечувствительные этот вид рака можно лечить элк ингибиторами второй линии например циритенибом или другими препаратами этой же группы есть клетки которые сразу будут демонстрировать спонтанно демонстрировать резистентность и этот клон клеток при гибели чувствительного циритенибом клона будет потом доминировать и если смотреть на график то погибнут желтые клетки затем будут зеленые погибнут зеленые и из клона фиолетовых клеток будет уже опухоль другого генотипа поэтому в принципе такой подход на сегодняшний день можно взять на вооружение но вряд ли благодаря такому подходу можно рассчитывать на долгосрочную ремиссию потому что у рака есть способность к такой реаранжировки поэтому вопрос в том прецизионная медицина за ней или будущее прецизионная медицина на сегодняшний день настоящая это не будущее лекарственная резистентность ограничивает эффективность таргетированного лечения иммунотерапия возможно является нашим будущим и несколько примеров того насколько динамично это поле исследований меланома разработана комбинированное лечение ингибиторами МЕК и БРАФ причем МЕК находится ниже гена БРАФ в линейной последовательности эти два ингибитора могут обеспечить лучшую выживаемость чем группа монотерапии группа монотерапии выделена синим цветом она ниже всего различные комбинированные режимы это оранжевый и красный и зеленый график еще один пример комбинированного режима лечения с использованием других препаратов тремотиниб и доброфениб опять-таки комбинированное лечение демонстрирует большие преимущества по сравнению с монотерапией в плане безрецидивной выживаемости пациентов таким образом следует иметь в виду что клинический контекст играет важную роль в лечении не всегда ситуация развивается так как мы ожидаем вот лечение меланомы одним из индибиторов вот опять-таки этот график водопад и этот же препарат мерфениб применяемый для лечения той же мутации в раке толстой тишки вообще не дает эффективности поэтому мутация дена брав при колоректальном раке не лечится этим препаратом почему потому что мутантный брав раке толстой тишки при лечении этим самым ингибитором ведут себя по-другому повышается экспрессия к рецепторам эпидермального фактора роста а если эти раки лечить комбинацией ингибитора брав и ингибитора эпидермального фактора роста вот тогда можно увидеть адекватное подавление опухоли эти идеи на сегодняшний день прошли в клинику опять-таки на встрече американского общества онкологов на прошлой неделе докладывали по результатам первой фазы исследования комбинация ингибиторов брав и ингибиторов эпидермального фактора роста комбинированное лечение в сравнении с деброфенибом тримитенибом еще одним препаратом при лечении колоректального рака с мутациями в день брав и видели что в 26% случаев есть ответ на лечение в заключении выступления приведу пример нового препарата CD34K это палбоциклип недавно одобренный в США для лечения рака молочной железы в комбинации с летрозолом ангибитором ароматазы палбоциклип и летрозол существенно улучшают показатели безрецидивного выживания по сравнению с летрозолом с монотерапией поэтому завершая свое выступление хотел бы отметить что прецизионная медицина это конечно следующая страница она потребует дальнейших исследований она потребует серьезной инфраструктуры для качественной работы в частности требуется адекватный забор образцов адекватная работа с биоптатами требует серьезного оборудования и серьезной биоинформатики это может стать серьезной экспертной системой для поддержки решений клиницистов конечно мы как клиницисты не разбираемся в диномике настолько насколько сегодня это уже требуется поэтому лаборатория может как раз стать таким помощником клинициста и такой экспертной системой поддержки клинического онколога в принятии им решений на этом позвольте поблагодарить за приглашение и за внимание спасибо большое спасибо господин профессор один вопрос глупо господин уважаемый профессор большое спасибо за эту интересную лекцию по таргетной терапии мой вопрос касается будущего таргетной терапии и алгоритмов исследования материала от пациентов перед ней насколько с вашей точки зрения вероятен тот подход который проповедует один из немецких наших коллег Детель Нидербрахер. Он говорит, предположим, у вас есть пациент с ранним раком молочной железы, который не требует неоадювантной химиотерапии, и на первом этапе ему будет сделана операция. Возьмите у него кровь перед операцией, в которой циркулирует опухолевая ДНК уже со всем эффектом мутации, есть циркулирующие опухолевые клетки, соперируйте молочную железу и выбросьте ее в помойку. Не делайте никакого патологоантомического исследования, потому что если у него будет рецидив, он произойдет из тех клеток, которые циркулируют из той ДНК, которая есть в его плазме, ее всегда можно будет заморозить, исследовать на мутации и назначить таргетную терапию. Вот насколько, с вашей точки зрения, вероятно, исключение рутинного морфологического иммуногистохимического исследования в будущих подходах к лечению больных с помощью таргетной терапии? Блестящий вопрос. Конечно, циркулирующие опухолевые клетки и ДНК это, конечно, то, зачем следующая страница. И, конечно, информацию можно получить из этих материалов, не только из биоптатов. На сегодняшний день масса исследований посвящена этому дискутабельному все еще вопросу. Уверен, что находящиеся в крови клетки и в тканях клетки одни и те же. Это действительно многообещающее направление. Я уверен, что все это связано с прогнозом, имеет прогностическую ценность. И, конечно, все это циркулирующее влечет за собой неблагоприятный прогноз. Циркулирующая ДНК для таргетного лечения. Вот это очень интересная мысль. Я думаю, что за этим будущее. Я с вами согласен. Спасибо за вопрос.